Встреча с человеком Встреча с человеком представляющим самый крупнейший холдинг, самый живучий из всех холдингов, пришедших к нам из советской эпохи, при этом сохранивший гигантские тиражи в принте. Что сегодня на зависть очень многим, если даже не всем. Я с удовольствием представляю заместителя главного редактора холдинга «Аргументы и факты» Индиру Кадзосову под ваши бурные аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросов-ответов позволит уточнить и детализировать некоторые позиции, на которые уже обратит внимание наша аудитория. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. Доброе утро. Спасибо, что пришли. Меня зовут Индира. Я работаю в «Аргументах и фактах» около 20 лет уже. В принципе, в журналистике больше 25. Я вам в двух словах расскажу, что такое «Аргументы и факты», чтобы вы понимали, кто мы, о чем можно спрашивать и действительно в чем секрет успеха. Был, есть и, я надеюсь, будет. В этом году «Аргументы и факты» отметили 40-летие. Первый номер вышел 3 января 1978 года. То есть мы вот этот год юбилейный заканчиваем. Газета началась как боевой листок агитаторов и пропагандистов. Но через несколько лет гений нашего первого главного редактора Старкова превратил эту газету в самый главный источник информации для всего Советского Союза тогда. К нам на 35-летие, по-моему, на один из юбилеев приходил президент Дмитрий Медведев и рассказывал свою историю про то, как соседи крали из его ящика аргументы и факты, потому что подписаться на газету было невозможно. Это по большому блату. И наши главные редакторы рассказывали, почему по большому блату, потому что бумагу на нее находили по большому блату, потому что в России не было, в СССР не было такого количества бумаги, чтобы напечатать весь нужный тираж, более 33 миллионов экземпляров. Это самая тиражная газета в истории. И мы до сих пор гордимся этим результатом, который не превзойден. Еженедельник по-прежнему самый тиражный, но тиражи уже, конечно, совершенно другие. Сейчас от полутора до двух миллионов экземпляров. Это все равно очень много. Очень много. Вы, я думаю, все видели эту газету. Если не в киосках, то у себя дома, у родителей, у бабушек, у дедушек. Наша цель сейчас, чтобы вы снова захотели читать эту газету, и мы отмечаем этот рост аудитории. Как ни странно, в прошлом году, позапрошлом было небольшое, не то чтобы падение, а как и снижение интереса. Последние годы мы снова видим, что интерес растет. Растет он потому, что мы, кроме самого принта, развиваем и все остальные платформы. Потому что нет уже ни одного СМИ, которое работает только на одной платформе. Все СМИ пытаются быть и на планшете, и в интернете. И вообще, конечно, наша мечта, чтобы у каждого была вшита флешка, в которой мы бы напрямую передавали информацию прямо в мозг. Я думаю, что мы этого скоро добьемся, и думаю, что это ваша цель, чтобы мы скоро это делали. Я надеюсь, что все поняли шутку. Или, в принципе, для вас это уже не шутка, вы откровенно об этом думаете, потому что, скорее всего, по такому пути будет развиваться. Знаете, одно из наших региональных приложений сейчас пишет заметку про хирурга из Новосибирска. Ну, новосибирские коллеги. Про новосибирский хирург зашил себе чип в руку. Этот чип дает ему возможность пройти туда, заменяет ему удостоверение личности. Этот чип у него действительно вшит в руку. Мы скоро об этом напишем, вы это прочитаете в нашей газете. Поэтому это не шутки, это действительно так. Действительно модернизация, ну как это должно назвать, превращение человека в несколько другое существо продолжается. Вчера была большая конференция в Ярославле, и там выступал Путин перед такими же студентами и школьниками, как вы, вот такого же возраста. И его спросили, на кого надо учиться. Ответ был какой? Кто из вас смотрел, знает что-нибудь про это? Ответ был такой, что генетика и искусственный интеллект. То, что скоро изменит нашу жизнь. И это понимают, ну, нам кажется, что не понимают. На самом деле все это понимают. Аргументы и факты сейчас из себя представляет большой холдинг, в котором 80 региональных приложений. И это не только региональные приложения, это приложения во всем мире. Есть аргументы и факты в США, в Германии, в Таиланде, в Австралии. Если куда бы вы ни приехали, они вас будут преследовать. Надеюсь, что вы на это обратите внимание. Огромный тираж, он расходится по всему миру на русском языке. У нас первый опыт в этом году выхода на другом языке. На сербском языке мы выпустили несколько номеров в Сербии. И не только в Сербии, но сербский язык в Черногории, в Сербии, в каких-то районах Болгарии. В общем, вот мы попробовали. Я пока не могу оценить результат, но тем не менее мы выходим на некий другой уровень. Возможно, у нас будут еще и другие языки, потому что это тоже прибавляет нам аудиторию, прибавляет наших читателей. Ну, о чем я хотела с вами поговорить сегодня? Мне очень интересно, прежде всего, ваше мнение. Как вы читаете, что вы читаете, и даже не читаете, а потребляете. Как вы потребляете информацию? Вот вы, например, утром встали. Что вы делаете? В первую очередь, говорите. Телефон. Телефон. Так, вы в нем открываете что? Социальные сети. Социальные сети. Что прежде всего? Инстаграм. Инстаграм. И читаете ссылки, да, или там новости от ваших друзей, что они делали ночью, вечером. Расскажите, что вы там? Инстаграм что? Ну, неужели вы на себя смотрите? Да, с одной стороны смотрите на себя, кто у вас лайкнул, там еще что-то. Второе. История. Так. Хорошо. Вы посмотрели Инстаграм 15 минут, да, наверное, 10, 15, 20, я не знаю, написали что-нибудь, да. Дальше. Следующий этап потребления информации какой у вас? Новостная лента. Новостная лента. Где? В ВКонтакте. В ВКонтакте. Так. А в каких-то других соцсетях? В Facebook. Это во второй очереди? Или вас нет одновременно в двух? Или есть большинство в двух соцсетях? Ну, и там, и там. И там, и там. Так. Так. Что больше покрывает ваши потребности? Инстаграм, да? Так. Скажите, пожалуйста, вот утро прошло, вы поехали куда-то, да, например, в университет, скорее всего. Что вы делаете, когда вы едете? Новости слушаем. Музыка, новости. Так, по радио, опять же, в Инстаграме вопрос. По радио. По радио. Дальше вы пришли в университет, ну, конечно, вы под партой что делаете? Переписываетесь, например, да, поскольку у меня сыну 15 лет, и я это точно знаю. Да, вы переписываетесь в... Должны дети слушать и заниматься. Да, 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 друзья, давайте... Нет, мы сейчас сделаем выводы. Это принципиально важное знание. Принципиально, почему вас опрашивают? Это принципиально важное знание. Потому что современные исследователи СМИ выяснили, как потребляется информация, и только когда мы выясним, как она потребляется, мы можем под этот временные слоты писать эту информацию. Вы понимаете, что сначала картинки, давайте вот разложим, да, сначала мы смотрим картинки, да, ученые говорят, исследователи говорят, что это время, типа там, условно, унитаза. Извините меня за грубое слово. Вот ровно утренние процедуры, которые мы... Что мы делаем? Мы делаем это. Значит, информация максимально должна быть облегчена, написана там в картинках, потому что человек воспринимает и хочет именно это. Вот я это подтверждаю. Вот вы сами это сказали. Второй слот информации — это ВКонтакте новостная лента. Значит, мы должны писать так, мы как профессионалы должны писать так, чтобы это попадало в новостную ленту, в эти социальные сети, и чтобы это зацепило нашего потребителя. Третье — мы едем на работу, на учебу, куда-то еще, в поликлинику, не знаю, в детский сад, куда-то, и мы слушаем радио. Это время радио. Значит, мы должны захватить этого читателя, которого уже захватили соцсети. Это радио, это значит другого вида информации. И так мы можем продолжать по всему дню. Потом мы приходим на работу. Ну, например, я прихожу, но я открываю большой компьютер, и в большом компьютере я уже читаю длинные истории, длинные. Я их не читаю утром, я их не читаю по дороге на работу, я их смотрю. Обратите внимание, вы же, наверное, практически все читаете крупные... Какие крупные российские сайты вы читаете? Давайте вот с этого. Лентару. Кого? Лентару. Лентару. Медуза. Так. Реа-новости. Реа-новости. Что еще? Все. Или не читаете. Остальные не читают, как я понимаю. Обратите внимание, когда они выкладывают большие истории, лонгриды какие-то. Просто как профессионалы обратите на это внимание. Они выкладывают с 10 до 12. Выкладывают большие истории, чтобы потом их лайкали в Facebook, в лобосную ленту и прочее. Чтобы вы пошли на обед, то есть ваши читатели пошли на обед, и на обеде в сторис их открыли, потому что кто-то это прочитал. Как это работает? Это работает именно так. Большую историю большого СМИ выкладывается в определенное время, когда я пришел на работу, и открываю компьютер, и прежде чем приступить к моей любимой, в кавычках, работе, я должна хоть как-то отвлечься. И вот я вижу эту большую статью, мне интересно, я прочитываю. Мне кажется, что это интересно не только мне, я это выкладываю в Facebook в моем случае. Выкладываю в Facebook, чтобы кто-то другой пришел на обед, после этого наступает обед, после того, как я все-таки поработаю немного, и на обед это листать, опять же, вы же наверняка это ВКонтакте опять смотрите, чтобы посмотреть эти ссылки. Зная структуру потребления, мы работаем в этой структуре потребления, в этой временных слотах. Это принципиально важные вещи. Нужно изначально понимать, для кого мы это пишем. Это, да, аудитория. Но когда мы это пишем, когда мы это выкладываем, вот это вышло на первый план сейчас, потому что иначе даже самое лучшее выставленное, и безусловно, если, не знаю, Галкин разведется с Пугачевой, да, это в любое время можно выкладывать, в любое, хоть ночью, хоть... Это другого рода, эта бомба, информационная бомба, она по-другому работает. Пусть они живут долго и счастливо, никогда не разведутся, и, прости господи, урота в один день, через 150 лет, я им этого желаю. Но мы бы должны понимать, да, если информационная бомба, то есть нормальные ежедневные медиапотребления. И в этом есть временные слоты, и я вам рекомендую просто за этим понаблюдать. Возможно, через какое-то время это изменится, как бы сдвинется в одну или другую сторону, потому что пробки будут расти, и, может быть, время поездки на работу будет больше, или соцсети внезапно рухнут или не рухнут, или появится еще что-то, и тогда это время тоже. Но сейчас, и, я думаю, ближайшие 5-7 лет, ничего не изменится. И, значит, нам надо научиться в этом работать. Заметьте, про телевидение я еще не сказала ни слова. Это телевидение, это уже другая аудитория, не вы, согласитесь. Или кто из вас смотрит телевизор? Так, ну, абсолютное меньшинство. А, наверное, программу «Время» смотрит кто? Один, два, три. Вы тоже смотрите? Ой, хорошо. Программа «Время» смотрит 5 человек из условных 30 или 40, кто здесь находится. А ведь еще, не знаю, 25-30 лет назад, 9 часов вся семья садилась у телевизора. И это был обязательный ритуал, ритуал просмотра программы «Время». Этот ритуал разрушен. Разрушен для людей, которым 30+. Я думаю, 40+, еще смотрят, но 30+, уже нет. Они совершенно в другом медиапотреблении. А телевидение — это уже несколько другая аудитория. Но если спросить об этом телевизионщиков, вы, кстати, не согласятся и скажут, что телевидение — это не только телевизор, но и YouTube, и прочее, и прочее. Вечерний ургант — 18 видов медиапотребления. Да, но вечерний ургант — это не то телевидение, о котором я сейчас говорю, там, в классическом понимании. Сейчас, с Нового года, начнется постепенный вид цифрового телевидения. Посмотрим, как телевидение с этим справится. Не потеряет ли он разом еще больше аудитории или, может быть, приобретет? Это очень интересный опыт. Опять же, происходит на ваших глазах. Наблюдайте за ним и делайте выводы. Если на данный момент есть вопросы, то задавайте их. Асинья? Твик? Асинья, куда надо? Ой. Подсажите. Помотайте-ка. Ну, в общем, вы видите, в конце концов, сбоку, что ехать. Сейчас? Да. Для, я бы, как вам сказала, для иллюстрации всего этого, некие очень длинные фразы и очень длинная мысль, но очень понятные. То есть то, что с нами сейчас происходит, я пытаюсь вас предостеречь от этого, вот этого вот, чтобы в вашей жизни не происходило, и вы нашли себя в профессии. Про традиционные СМИ, которые пытаются найти себя в реальном времени сейчас, да, как они это делают. Опять же, расскажите мне, пожалуйста, когда вы последний раз читали газеты. Бумажную? Бумажную. Реально в руках держали, где наши газеты. Мы можем это в последний раз сделать, как вот сейчас. То есть это последний раз будет сегодня. Последний раз, это не последний раз, а как бы актуально. Да, сегодня вот я могу отдать вам. Вот на этот, передайте назад, я на каждый ряд... Поддержите, полистайте. Да, держите, полистайте. Да, да, да. Есть такая магия тактильных ощущений. Да, да. Мы, я хочу про это с вами поговорить, потому что привычки нет, это не значит, что это вам не понравится. Не понравится. Это просто, вы привыкли с телефоном не расставаться, я с ним тоже не расстаюсь, но тем не менее, я когда объясняю, что надо написать, я молодым журналистам говорю так. Знаете, представьте, что страница — это как один экран. Клик, один клик. Мы должны страницу воспринимать как один экран, а следующую — как следующий там скролл. И с этой точки зрения это в принципе газета никак не меняется. В свое время, почему, опять же, возвращаясь к секрету, нас сколько-то лет назад, лет семь, мы наняли большую иностранную компанию, чтобы они проверили, посмотрели, что нам нужно сделать и как нам обновить наш, давайте назовем это, интерфейс, и немножко сделать газету современнее. Мы их спрашивали, ну, может быть, нам что-то стоит как-то там весь мир до основания, а затем. Вот. И изучали, изучали они долго-долго, и потом пришли к выводу два слайда. К сожалению, мы должны сказать, что у вас, в общем, ничего нельзя изменить. Почему ничего нельзя изменить? Потому что газета изначально придумана как древний интернет. Вопросы, ответы. Что мы делаем в Яндексе, в Гугле? Задаем вопрос, как помыть окна или там, не знаю, как там, не знаю, от белого налета на сапогах, как я сегодня пыталась избавиться там и вчера. Вот. То есть мы задаем вопросы и отвечаем. По сути, газета «Аргументы и факты» она как бы изначально была построена на пользовательском контенте, опять же, современным языком. Пользовательский контент он самый главный. И журналисты очень мало присутствуют, опять же, в газете «Аргументы и факты». Они присутствуют как модераторы. Но пользовательский контент плюс ответы экспертов это принципиально важная вещь, потому что мы доверяем людям, которые знают, что они делают. И в этом секрет успеха. И в нашем случае, да, наш опыт не обнулился. Наш опыт просто приобрел другую реакцию и другую, ну, как сказать, быстрота. Быстрота реакции. Наш опыт просто не неделю идет письмо, потом неделю ответ, а как бы максимально быстрый вопрос, максимально быстрый ответ. Смотрите, почему я рассказываю про то, как мы должны знать, что происходит в современном мире. Как это быстро происходит, смотрите, как быстро завоевывает мобильный телефон и вообще интернет всех нас. Интернет вообще 10 месяцев. Сейчас мы не можем представить, что этого не существует. Смотрите, это почему плохо видно, да, потому что я с экрана сфотографировала, как пытаетесь делать сейчас вы. Я с экрана это фотографировала на лекции руководителя, гендиректора СМИ-2. Знаете, что такое СМИ-2? Вам наверняка попадалось, просто вы не обращали внимания, один из агрегаторов, как Яндекс. Их в России всего несколько. И СМИ-2 это такой же агрегатор, как и Яндекс. Яндекс просто на новостях, а СМИ-2 на каких-то других вещах зациклен. Поэтому вы этого как бы не замечаете. Но руководитель большого агрегатора, который называется СМИ-2, сделала такую маленькую инфографику. Сейчас, если вам не видно, я вам просто объясню. До весны 17-го года в большом компьютер, декстопе и в мобайле вот так вот распределялось, то есть 80 на 20, условно говоря. А сейчас интернет, потребление интернета, вот видите, какое яблоко огромное, сегментировано насколько. Когда я вам говорила про временные слоты, мы должны иметь в виду не только временные слоты, но и метод потребления, через что. И для каждого вида носителя информация несколько другого рода. То есть вот когда мы учились там, вы учились, да, нас учили газету, радио, телевидение. Все. А теперь вы должны учиться не только время, но и носитель. Не все еще, да, мобайл, там, турбо. Знаете, что такое турбо? Яндекс.Дзен, кто-нибудь знает? Как нам рассказывала Анна Иванова, турбо завели, просто еще никто не может объяснить, что это. То есть это нечто в развитии. Соцсети, мобайл, все. Ну, короче говоря, это не для того, чтобы вы прочитали, что конкретно, а для того, чтобы вы увидели, как это сегментируется очень сильно. После этого, после всего того, что я вам сейчас рассказала, я не могу не сказать самое главное. Что бы мы ни делали, в каком бы виде, когда бы мы это ни делали, в основе всего все равно идеальная информация, которую мы добываем. Без содержания, как бы мы это не, ничего не получается. Если у певца нет голоса, как бы его красиво не одели, не показали по телевизору, да, оно как бы вот скоро кончится и все. У монеточки, извините меня, голос и те, может быть не голос, а какая-то харизма есть, другая. У нее не было никакого телевидения, никакого промоушена, никакого, ну, вот, имиджмейкеров, и все равно она рвет всех. Наверное, вы знаете эти песни и прочее. Может нравиться и не нравиться, но не признавать мы это не можем. В основе любого успеха лежит качественная информация. Вот все. Никаких других способов не существует. Да, носители, мы с вами об этом уже говорили, разные носители. Чаще всего меня спрашивают про то, победить ли фейк журналистику. Вы как думаете, фейк убивает журналистику или вопрос? Фейки? Фейки. Развивает интерес. Так, кто еще что думает? Не думаем на эту тему. То есть это тема одного фейка и как его преподносит. Так, фейк, вы же понимаете, что может производить кто угодно, в том числе и сами журналисты, но это так, я сейчас некачественный, недобросовестный, не журналисты, да, но могут производить все. Но убивает ли он журналистику? Сейчас же это одна из самых таких тем, вы когда-нибудь с этим сталкивались в своей жизни. Да, и? Я думаю, что это не убивает, я думаю, что эти рейтинги деньги. Так, так. На начальном этапе, а когда вы думаете, что это теки? Это еще больше хайф, еще больше рейтинга. Вот такое хайф уважение пропадает, скажем. Нет, вы вспомните просто вот с зимней вишней, Вот микрофон, очень хороший, хороший пример, очень хороший, да, я хочу, чтобы вы это услышали, да. чтобы запись тоже фиксировала у вас. да. Просто с зимней вишней, если сравнивать, вспоминать, там же было куча жертв, вот эти погибли, те погибли, по итогу официальные СМИ дают нам другую информацию, непроверенные дают совсем другое, и на этой волне было столько шума, ну, вот, пожалуйста, рейтинг. Да, реальный пример, да, зимней вишней, он, вы знаете, я тоже много раз с этим сталкивалась, и в конце концов, думаю, что фейк это то, что может помочь журналистике выжить, потому что цена нашего слова возрастает в разы, что, и только мы, как профессионалы, имеем доступ к официальной, проверенной, там, информации, что это шанс для нас, когда расцветает фейк, быть на своем месте и делать свое дело. Самое главное тут скорость. Фейк, он молниеносный, как холера, как бацилла. Журналисты должны уметь работать так же молниеносно. Почему люди верят в плохое? Да, потому что плохое чаще всего осуществляется, и нужно в тот же момент так же себя вести и идти и показывать, нет, тут не могло погибнуть там 448, как говорили человек. На моей памяти совершенно другой случай в Беслане. Вы были еще маленькими детьми с вами, вы это, скорее всего, не помните, но ровно 15 лет назад, когда произошел захват, там было 1200 детей, но власти выходили и говорили, там 300 детей. Тут абсолютно другая информация. Почему люди верят в фейки? Вот вам как бы прямая дуга через 15 лет живо что-то, нас тогда обманули, и журналисты тогда не смогли по-другому это, ну не смогли, это была слишком тяжелая ситуация, чтобы смочь вручную это посчитать и дать правильную информацию. И как это недоверие возникает? Это работает, к сожалению, слишком долго. Вот 15 лет прошло, то же самое произошло с детьми, точно так же произошло, и что происходит с нами? Мы не верим властям. Хотя на самом деле все было по-другому, не могло так быть. Вот. Это немножко такая очень глубокая психологическая вещь, которую тоже нужно учитывать в нашей работе. Да, о чем мы говорили, о признак употреблении. Да, небольшое такое, как бы, попробуем, попробуем сейчас попрактиковаться немножко. к чему я рассказываю вам про телеграммы. Скорее всего, у вас телеграмм есть, наверное, да, у многих. Вы читаете местные телеграмм-каналы и прочее. Или не читаете. Или для вас это мессенджер. Или, в принципе, вы не в телеграмме. Сейчас телеграмм формирует совершенно другой, да, я кусок залепила, потому что там мат. Просто из, но вы можете выдающийся российский журналист, не вру, выдающийся российский журналист Сергей Доренко, который еще на меня влиял там сколько-то лет назад, а теперь влияет. Как он быстро, идеально находит вот эту нишу, как себя вести, как завоевывать аудиторию и в 90-х годах, и в 2000-х, и сейчас. И уже там второе десятилетие 2000-х заканчивается, но тем не менее он находит свою аудиторию. Да, как можно по-разному относиться. Мы с вами, наверное, помним слишком много, но вы этого не знаете, и вот он теперь вас завоевывает совершенно раскованным, роскошным русским языком. Что происходит сейчас в Телеграме? Кроме того, что я вам говорила про временные слоты, про методы доставки, сам носитель. Третье, что происходит, это изменение русского языка. Изменение самого языкоподачи. Как это делается? Наверное, беспощадный пиарщик, это, наверное, кто-то читает, потому что у него там, вот видите, сколько тысяч, 46 тысяч. Я вам рекомендую, это такой общий ящик для пиарщиков. Он очень смешно написан, но там очень много опыта. Скорее всего, кто-то из вас станет пиарщиком через какое-то время, работником пресс-службы или еще что-то. Вы просто должны это знать. как они это делают. Есть сотни региональных телеграм-каналов, это такое подполье информационное, 90% не сбывающиеся и вообще имфошум, имфохлам, но тем не менее это изменение самой ткани журналистики. И поэтому я вам очень советую это тоже смотреть и читать. И там расцветают те звезды, которых мы не знаем или забыли, или те, которые не находят своего канала в обычных СМИ. Знаете, анонимность она очень много открывает в человеке. С одной стороны. С другой стороны, в анонимном канале быть со своим именем это другая вообще изнанка-изнанки получается. И тем интереснее это смотреть и слушать. ему и тут же отвечают. Медиа-срачи это вообще мой любимый канал. Понимаете, это все, что происходит в медиа внутри со злым языком, я бы так сказала. Но это интересно. Опять же, многие из вас будут работать в пиаре, а многие из вас будут работать в пресс-службах. Как работают пресс-службы сейчас и как не надо это делать. Вот ко мне пришло письмо. Рекомендация гражданам, это реальное письмо, это не рекомендация гражданам, как собирать и готовить рыбы от Нижегородского Роспотребнадзора. Вот смотрите, скольким это письмо пришло. «Братская могила». «Братская могила». В частности, вот на этой фразе вы уже бросите читать, или на какой? Чтобы предупредить. Да, вы уже понимаете, слово «предупредить» имеет 148 значений. И будут предупредить, что, где, кого. «Отравление». Вот это все люди, которые заканчивали журфак в этом году, пишут для всех остальных журналистов и думают, что этим читателям нужно. Как делают журналисты? Что делать журналистам? Грибы нельзя во время сбора. Это какой же нетерпеж должен быть, чтобы грибы не сразу пробовались. То есть, мы, конечно, червивые, прежде всего, будем есть. Во время сбора. В общем, ну, понимаете, несъедобные. Как это написано? Это просто я кусок дала. А это четыре страницы, которые читать невозможно. Аргументы и факты. Что сделала из вот этого уголимого текста? Прежде всего, инфографики. Да? Такие тексты, листовки. Видите, вот как это все в кусками сегментировано для потребления. Это все очень быстро, легко, потом выставляется на сайты, в соцсети, все что угодно. То есть, это воспринимается как картинка. Да? И вы это потребляете утром, когда вы встали, увидели или собираетесь идти за грибами. Может же быть такое утро, когда вы собираетесь идти за грибами. И оно вам вот в таком виде, как бы переработанном, приготовленном, приходит. Да? Дальше мы даем картинку, где много грибов, и мы хотим быть такими же, где много грибов. Дальше мы самое страшное вам говорим. свинец, а вы знаете, свинец, это и пуля, и все что угодно. И вот это не может вас не зацепить, если вы человек, который интересуется грибами, безусловно. Среди наших читателей 99,9% которые едят грибы, собирают грибы. Мы это все понимаем, но мы ему даем самые главные зацепки. Свинец, как так, вот если я все это буду соблюдать, я буду вот такой счастливой девушкой. Окей, да? Мы говорили о том, для кого, затем, что, как и то. Я вам предлагаю вот на основе этих грибов подумать, как бы вы еще это сделали? Как бы вы еще это помогли? Вот реальная информация, это абсолютно реальная, вы работаете в каком-то СМИ, представьте, придумайте себе это СМИ, придумайте себе, как вы это можете сделать, и расскажите. Вот давайте там, не знаю, два человека, три человека вместе может быть что-то, давайте три минуты я вам дам на это, и вы что-то там, ваши преподаватели могут вам в этом помочь. То есть данный информационный повод, у нас с вами грибы, да, условно, сбор грибы, урожай, то, что мы с вами на упражнениях всегда делаем. Да, это упражнение. как можно отойти, как эту тему можно подать, с какой стороны. Давайте идеи. Ну, например, она неправильно собирала грибы, поэтому сейчас бит. Вот, да, вот, как такой вот. Какую зацепку бы вы взяли? Все-таки проснитесь немножко так. Ладно? Где? Экология, да? Экология, пострадала, младшие ребятки, ребенок погиб. Это же тоже цепляет. Это прежде всего цепляет. Это уже, как это называется? Вот, это и есть самое главное. То есть статистико, минздрав по отравлениям и по смертельным случаям бьет всегда на год, вообще беспроекуще. По младшевозрастной возраст, дети, родители. Да, да, да. То есть, как бы это уже больше на мамы, а не на родители. Следующий, какой еще можно инфоповод сделать грибы? Давайте, давайте, думаем, мы минздрав взяли. Наркотики, не знаю. Но это тоже. Нет, понимаете, грибы, это да, много значений, но мы ведь прямое значение сейчас. Так. Незаконная, неофициальная торговля, особенно когда картина какая вдоль дороги продают грибы, тут сразу несколько вопросов. Почему около дороги, где пыль и грязь? И что это вообще за грибы? И кто их собирал? Я должна сказать, что этот кусок в этом большом пресс-релизе тоже был, но просто до него никто бы, живой читатель бы не дошел. Да, молодцы. Так, еще. Еще, еще, еще. Какие есть? Грибы, грибы. Друзья мои, я специально выбрала тот, что вам по сути неинтересно. Но вы с этим должны уметь работать. До 20 способов рецептов приготовить грибы. О, да, безусловно. Безусловно. Безусловно, потому что на сайте аргументов и фактов много лет бьет рекорд один и тот же текст про малосольные огурцы. Миллионы просмотров. Миллионы, потому что наступает каждый год время сбора урожая огурцов, и каждый год нужно знать, как их солить. Понимаете? Еда – это такая из базовых ценностей для человека. И нужно обязательно на это обращать внимание. А это еда. Ну, а на дырной квартире. Да. Может быть, есть какое-то иное, то есть про темы, да, про носители, да, про носители, про время, когда вы это… Есть ли какие-то идеи, что можно… Что-то из этого можно утром дать как кусок, этот пресс-релиз рассчитан на разные… Там очень много информации, то есть мы его можем препарировать и на разное время, о чем я говорила, и на разные носители, о чем я говорила тоже, да, то есть информация – да, но еще лучше бы было, если бы сама пресс-служба умела это делать до того, как посылать журналистам, потому что этот кондовый язык не все могут вообще даже переварить. Грибы трудно перевариваются, реально. Выяснилось, что грибы, в принципе, бесполезны с точки зрения как бы пользы, не только приготовить, пользы для организма, они бесполезны, совершенно никаких витаминов, ничего там нет. Да, может быть, это не так, но стоит под… какая польза от них? И стоит ли тратить время и прочее? Запуска хорошие вот… Вот я хотела сказать, в Инстаграм после как раз новогоднего празднования мухоморик дать. Хорошая тема. Про подачи, подышей. с инфографикой, с презентацией я закончила, но я бы хотела очень послушать вас. Что-нибудь то, что вы видите как путь развития современной журналистики, как бы вам было интересно, что вы видите очевидно, что будет уже через год, через два? Или вы об этом мало думаете пока? У нас здесь телевизионщики тоже есть. Окей, давайте подумаем про… Да, вот молодой человек хорошо спит вообще. Прекрасно. Ничего, мы вам не мешаем здесь, да? Что-то с грибами. Да, с грибами, скорее всего. Вот учитывая мультимедийный контент, можно ли с точки зрения как раз телевизионные? Вы как используете на своем сайте? Используете ли вы как раз-таки телевизионные формы? Видео мы, конечно, используем. Есть у нас профессионалы в этом, что записывают. Конечно, мы используем очень много пользовательского контента. И этот пользовательский контент, мне кажется, будет расти его, его влияние на СМИ. Потому что журналистов профессиональных не так много, а журналистов непрофессиональных это все мы. Каждый из нас может быть источником контента. И наша задача просто это найти, поймать и сделать так, чтобы мы могли это правильно упаковать и подать. Я думаю, что пользоваться, уметь находить и пользоваться этим контентом есть наша ближайшая задача. Я бы хотела вам напомнить, что все это абсолютно, все, о чем я говорю сейчас, это всего лишь 20-30% нашего успеха. Самое главное, уметь пользоваться русским языком. Уметь пользоваться просто языком для того, чтобы доносить, дочитать. Без эмоций, без живого участия никакое, даже самое передовое техническое устройство не сможет заблеть читателя. Если нет условной слезы в том же рассказе, репортаже, если нет соучастия, если нет эмпатии, если нет внутреннего человеческого участия и этого ростков у вас внутри нет, то ваш путь в Роспотребнадзор Нижегородской области. Я их очень уважаю, молодцы, хорошо работают, но это нечто другое, это не трудно назвать журналистикой и работой со словом. Да, они, наверное, выполняют свою задачу, предостеречь, но мы же думаем, что мы можем увлечь за собой миллионы, и очень многие современные журналисты это делают. Скажите, пожалуйста, кого вы читаете из современных журналистов больше всего, и кого уважаете, и за кем бы вы пошли? Ну, условно говоря, кто вас увлекает? Нет? Любых. Любых. Кто? Дудь. Дудь, так, так. Попов. Евгений Попов, это ведущий России, да. Так. Все? Два человека, которых... Это два диаметрально противоположных человека, да, по всему, по... тому, где они работают, какие интересы они обслуживают и прочее, да. Два диаметрально противоположных... Скажите, а в чем их противоположность? Или, может быть, нет, я, может, ошибаюсь. Аудитория. Да? Для кого один, для кого другой? Для кого Дудь? Дудь, это все-таки молодежь, в любом случае. Молодежная аудитория, да? Так. В любом случае, тема, как бы... Дудь, во-первых, это интервью, и каких бы он разных людей не приглашал, тема не сводится к какой-то узкой. А не получается? Ну... Тоже не самая узкая тема. Нет, знаете, меня тоже обычно спрашивают потом в кулуарах или прямо. Получают московские журналисты. Если попова брать, это в любом случае федеральные каналы, и тема сводится к политике. Там они и кроме политики как другого ничего не обсуждают. А вот все-таки это аналитика. Почему Дудь, а не, скажем, Познер? Познер тоже не об одном узком говорит. Он приглашает гостя и на разные темы... И молодых тоже в частности. Да, и молодых тоже. Потому что в джинсах, потому что спрашивают про зарплату. Вот почему Дудь? Ага, пожалуй. Ну, Дудь, он просто более развлекательный контент, и для молодежи это очень интересно. Вы уверены, вот Михалков это развлекательный контент? Интервью с Михалковым это для вас развлекательный контент? Нет, я... Да, да. Да, если это так, для меня это открытие это очень хорошо. Я новое узнала тоже, да. Михалков это развлекательный контент. очень просто для нас дать более понятно какую бы он информацию не давал там какая бы личность не приходил там портрет на интервью михалкова или еще что-то мы оценим на равных то есть когда я смотрю поздно рода это для меня человек там серьезный с авторитетом он давящий я слушаю смотрю серьезно здесь я могу расслабиться абсолютно и воспринимать информацию полностью то есть он входит меня вот вы понимаете что он вас понимает да понимаете что он вас понимает да да я понимаю что он не понимает это идет к ну такой и поэтому вы готовы михалкова слушать вы бы исполнен да да в его исполнении, это будет более понятно. Я воспрямую информацию полностью. Большое спасибо за этот ответ, потому что он многое нам раскрывает. Еще есть все, да? Еще, кроме вот двух вас. Можете инстагероев каких-то, каких угодно. То есть вы там, кто-то читает постоянно... Да, 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 пожалуйста. Я хотела сказать про интервью с Михалком, а почему это не развлекательный контент? Нет, я никак не оцениваю это никак. Объясните, что такое развлекательный контент в этом случае? В этом случае, ну, вот даже возьмем вот нарезку, которая идет перед интервью. То есть там нет вброса каких-то слов, ах, там, я не знаю, фильм и тому подобное. Там вбросы самых ярких моментов, самых смешных и самых хайповых. И это сразу же цепляет зрителя. То есть и вопросы, которые задает про то, есть ли у него вовлечение к мужчинам, про какие-то конфликты, про политику. И даже про политику это было так интересно. Смотреть, как Михалков немного извивается, всегда не отвечая на вопросы прямо. Но мне кажется, это не что-то такое сложно, особенно для нашего понимания. И мы это легко воспринимаем. У нас есть эта зацепка сначала. И эта зацепка, она идет как анонсу новостей. То есть интересный кусочек здесь, интересный кусочек в конце. И это нас заставляет дальше смотреть. Могу ли я сделать вывод на основе ваших, что вы легче и нет, не даже это не так, что для вас контент, который вы потребляете, должен быть только развлекательным. И если вы его сделаете как бы развлекательным, то тогда вы его и потребляете. Так, то есть Дудь сумел любую новость, любую. Кто-то из вас смотрел там 20-летие гибели Бодрова. Он делал фильм. Это нельзя назвать развлекательным. Это трагическая история, где все герои и я не знаю, можно ли это назвать развлекательным. Но инфотейментом, наверное, можно назвать. Кто знает, что это такое? Мы знаем, сдавались. Да, инфотейментом это можно сделать любую информацию такой удобоваримой, которую вы условно называете развлекательной. Нет, я думаю, что любую информацию никак нельзя сделать каким-то развлекательным контентом, потому что не все под это условно говоря подпишешь. Но то есть есть что-то такое серьезное, что не вписывается в рамки инфотеймента, но все равно как бы легче усваивается информация все-таки в более развлекательной форме. Но все-таки не вся. Пионером развлекательного и такого инфотеймента, телевидении infotainment был леонид парфенов и парфенова есть свой youtube канал и я удивляюсь что никто его не назвал парфенон да вот но и так я понимаю что вы редко кто из вас его видел да этот развлекательный youtube канал а youtube канала какие вы смотрите или не смотрите нет друзья не стесняйтесь называть всяких инста героев и прочее которые учат краситься завивать волосы в этом нет ничего стыдного это новый вид вот 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 так цветет это этот со мне например нравится в инстаграме канала андреева екатерина андреева потому что ну абсолютно совершенно другой персонаж получается нежели на экране очень увлекательно да спросите теперь екатерина андреева кто это сколько лет как она выглядит какой передачи ведет да да все вот вот кстати это наверное серьезный вопрос вот развлекая обучаясь образовывать передавать информацию но тоже вот и периодически обсуждаем эту тему вот не кажется ли вам что сегодня журналистика с точки зрения технологии передачи контента она движется вот в эту развлекательную в эту шоу-сторону и даже даринку даже даринка яркий шоум и но я абсолютно и вообще актеру вот он хотел на листал да 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 я согласна с этим где границу сегодня между шоу и журналистикой или это уже естественное состояние когда называются я думаю что зависит опять же от аудиторию потому что если вы посмотрите десятку или двадцатку самых читаемых авторов в сетях и недавно ее фейсбуке своем выкладывала на первом месте знаете кто психолог из екатеринбурга сколько-то миллионов не девушка женщина взрослая которая пишет про отношения про ну она реальный практикующий психолог кирьянова или кирейкова вот так вот я ее перед да это в общем я должна сказать что там нет ничего развлекательного в ее в ее постах там описание жизни как это и как выходить из этой ситуации и для меня было открытие туда входит один из наших авторов у него действительно развлекательная история помешанная на различных исторических анекдотах и я понимаю почему он популярен потому что человек который очень много знает он может эти знания применять жонглировать ими как угодно и всегда будет находить своего автора но то что вот это вот женщина психолог практикующий стала это было для меня открытие потому что ничего развлекательного я бы не сказал что там есть зависит от аудитории к чему я телевидение дрейфует в эту сторону развлечения понимаю что аудитория и уходит и значит надо что-то делать подбрасывать подбрасывать дровишек туда в сторону в пользу вашей версии еще говорит о то что ну вот вы как сказать хайпово хайпово вот это хайпово она как бы преобладает над информацией и но это время мне кажется кончится она уже кончается вам так не кажется потому что недоверие до которые возникают после этих хайпов она несомненно просто этот круг пройдет и вернется на какой-то другой уровень и и и же сама журналистика и доверие к профессии мне кажется у нас будущее блестящее поскольку мы по-прежнему востребованы раз вы здесь все есть и мы мы уже с вашим руководителем говорили о том что будет через несколько лет и друг другом согласились потому что мы будем обладать не только словом да то что самое главное мы будем уметь не только разговаривать но и делать это так чтобы ни один канал от нас не ушел и все были нами охвачены и в конце концов этот чип в голову который мы хотим всем в монтировать это произойдет кстати в принципе да если кто-то наблюдает за риа новости и затем что они там делают кто-нибудь наблюдает что они делают в дополненную реальность журналистика дополненной реальности да да то есть все это просто уже происходит на наших глазах она случай лось это факт на на начальном этапе да я все время опасаюсь что сначала они делают там почувствуете себя бомжом да там жизнь бомжей описываю чувствуете услышьте картины вот последнее что я у них видела вот но дойдем до глубин я даже боюсь вам сказать что я думаю до чего дойдут но и это тоже будет следующий этап и обогатит всех нас этими чувствами и эмоциями но тем не менее наша основная задача доносить информацию правдивую информацию верную информацию и будить души людей именно для этого мы пришли в эту профессию я надеюсь вы это все понимаете да конечно вы пришли для того чтобы быть знаменитыми как все в телевидении быть знаменитыми зарабатывать много денег да как только вас это придет следующее вам будет этого мало я надеюсь что вы будете все успешны не только в том смысле которые телевизионщики имеют ввиду то быть быть на экране в профессии востребованы но и вырастить в душе что-то что будет цеплять других людей и помогать им жить спасибо надеюсь я не сильно вас всех спасибо мы завершили вот я заметил сладостно понюхали газету был запах или просто устал очень коротко да сколько сейчас надо бежать коллегам а вот еще все-таки печатный смит 100 тысяч раз я сама себе задавала в этот вопрос и сама задавала в такие же аудитории как вы ответ примерно такой я почти с ним согласен студенты такие же как вы мне отвечали так что газета будет элитным потреблением признак элитного потребления потому что не все до купить газету это же это же деньги и как сигары да не все курят сигары курят сигареты потому что сигары это и время и деньги и вообще другой статус когда несколько лет я назад я была в вашингтоне и всем этот пример рассказываю я не успевала приходить в киоск чтобы застать вашингтон пост от просто в 7 часов он был весь раскуплен мне приходилось вставать в 6 чтобы успеть купить и успеть застав как-то вот каким-то чтобы привести в россию там было более ста страниц вашингтон пост во всех газетах американских они очень востребованы у них начался ренессанс новый рост почему с приходом трампа когда нужда в правдивой информации возросла газеты снова завоевали читателя и там принято пить утром кофе и читать газету в кафе и там все так делают и если ты приличный человек то должен быть вашингтон пост из кофе в кафе стыбом что что с тебя взять вот все это такой такая привычка и такое потребление и я думаю что наша аудитория там 40 плюс она с нами будет до смерти наша задача завоевать новую аудиторию я не знаю как мы это будем делать вернее я знаю мы это осуществляем тем или иным способом пока одним другим будем пытаться делать самым главным этим эксклюзивной информации экспертной информации и вот этим вот как один из наших авторов полина иванушкина говорит этим колокольчиком внутри который не может вас не будоражить этим текстом эти истории людей которые просто нельзя пройти мимо вот и все и да это что касается самого конкретно самой конкретной газеты то да верно да количество наших бумажных читателей наверно будет уменьшаться и это будет действительно неким предметом показателя уровня интеллектуального и материального уровня семей может быть я ошибаюсь спасибо вам за интересные вопросы общения и до и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok